Теракт в Крокус-Сити-Холле мог произойти двумя неделями ранее, как и предупреждали американские представители спецслужбы, Россию, этому тоже появляются все новые и новые доказательства, любопытно, что этот теракт мог быть осуществлен на концерте Шамана в Крокус-Сити-Холле 7 марта, как раз в канун выборов. Один из арестованных таджиков, которых теперь пытаются выдать за главных исполнителей этого теракта, он попал на камеры местного фотографа тогда, почему там такая милая фотография, он улыбается, прям портретная, не знаю. То есть, ну, вот тоже много говорит о складе ума, да, о умственных способностях вот тех людей, которых сейчас пытаются, значит, выставить как главных террористов. Вот, и даже сейчас не об этом, а скорее, если о Шамане уже вспомнили, да, он ведь буквально на следующий день за ночь успел написать песню, посвященную теракту, записать ее на студии звукозаписи, найти сценариста клипмейкеров, снять клип, смонтировать его, провести постпродакшн, после этого каким-то образом промоутировать и выложить на разные музыкальные платформы, да, на YouTube и так далее. Опять-таки, вот, Ростислав, здорово, что вы имеете отношение к шоу-бизнесу, да, вы тоже знаете, как это все работает. Я вот как человек с 10-летним стажем работы на телевидении скажу, что, наверное, клип за одну ночь сделать можно, но это очень сложно. Поэтому сразу возникает огромное количество вопросов. А мог ли тот же, например, Шаман знать о том, что такой теракт будет, и ему эту идею подкинули, чтобы он, так скажем, песенку заранее написал? Так, смотрите, по поводу клипа, мы начнем с конца, да. Клип можно написать за сутки сейчас прямо изи. Причем это не обязательно даже должен быть человек уровня шамана, у которого миллионы рублей тратится на постоянную работу. Заметьте, постоянную, это очень важный момент. Всевозможных аранжировщиков, тех, кто работает с самим музыкой, да, с мелодиями, с композиторами. То есть это сегодня индустрия, которая в состоянии за три часа выдать песню, еще за три часа снять клип, и это все будет выглядеть некустарно. То есть это нормальное явление. Здесь я нестыковки не вижу, кроме одной, вот о которой сейчас мы поговорим, я думаю, что более подробно. Это то, с чего вы начали вопрос. Это, значит, когда вы говорите о том, что действительно все должно было случиться до выборов и на концерте шамана. Я тоже, когда американцы сказали о том, что это случится, я тоже думал, что это случится до выборов, потому что тогда бы Путин поубивал вообще всех зайцев сразу разом. Он бы сказал, что вот какая нехорошая Украина, смотрите, они хотели сорвать нам выборы, процесс воли и изъявления. Они хотели делегитимизировать российскую прекрасную власть, за которую, вон, посмотрите, все как один идут голосовать и так далее и тому подобное. Было очень выигрышно, конечно, это сделать и на концерте шамана тоже. Когда я посмотрел график выступлений в этом Кропус-Сити за последнее время, я сразу такой смотрю, а вот, ну, конечно, вот же, вот, вот та дата, где должно было все случиться. Но это же очевидно, опять-таки, как божий день. Но любому, даже пиарщику, а не специалисту спецслужб, понимаете, понятно, что это должно было случиться на концерте шамана. Значит, конечно, это знаковая вещь, это же я русский. Это вот, ну, действительно, его многие ненавидят в Украине, искренне, и я тоже, потому что, ну, это негодяй, который популяризирует идею убийства людей. И, соответственно, ну, честно говоря, я думаю, что срок заключения этого человека, когда прогрессивный мир победит Путина и его подельников, будет очень большим, потому что он действительно, ну, это действительно преступник. И преступник, я думаю, что, ну, сравнимый там с каким-нибудь Соловьевым, который непосредственно и прямо призывает, да, ну, в песне призывает, да, вот так завуалированно, в хорошо качественно, кстати, сделанной песне, хотя и слизанной у Линкен Парк. Ну, это уже вопрос другой. Значит, это же еще более эффективно, может быть, даже, чем то, что Соловьев делает, да, поэтому они будут на одной лавочке сидеть где-то в суде и получат одинаковые, примерно, приговоры. Ну, так вот, поэтому мишень абсолютно выигрышная. Почему возникла пауза? Ну, потому что всегда все делают вот так вот долго все эти типы, да, вот в российской власти и среди российских генералов, тем более. Вот они получили эту информацию. Как я уже вам сказал, Путин точно собрал 150 совещаний. А что нам теперь, ребят, со всем этим делать? А готовятся какие-то теракты, спросил Ледевова у Патрушева-Сбортникова. Они сказали, ну, там наши друзья в Афганистане, там что-то недовольные, они вроде хотели что-то сделать. Вот, ну, ладно, а что, пусть сделают. Ну, постреляют, мы нейтрализуем, большого количества жертв не допустим, зато потом, представляете, как классно. Мы сейчас вот всех к ногтю, и вот все, кто там продолжали ерпеньиться, а у нас, вон, посмотрите, закрытые данные опросов, которые делают ФСОшники. Ну, абсолютно закрытые, у меня был доступ к ним довольно долгое время, сейчас, к сожалению, он отсутствует. Но там всегда честные данные, они прямо специально сами для себя делают эти честные данные, и там данные, поверьте мне, сейчас сильно нехорошие для них. Поэтому они Путину говорят, ну, смотри, дядь Вов, тут что происходит, ну, поэтому, ну, ладно, что, пострелять, несколько человек, что-то бабы новых выражают. Ну, давайте, так сказать, смотреть реалистично на вещи, давайте смотреть на то, что, ну, у нас все происходящее идет, и давайте, так сказать, ну, страну надо мобилизировать. Смотрите, никто не хочет идти на войну больше. Посмотрите, эти жены, которых мы никак не можем разогнать палками, уже гоняем полгода. Вот, и поэтому, как бы, плечами пожали, еще подумали, поразмышляли. Путин, знаете, он такой очень колеблющийся, он не может сразу быстро принять решение. Вот ему высказали на каком-то совещании все вопросы, вроде как дали все мотивации для ответа сразу, ну, и вот он любит пораскачиваться пару недель. Ну, вот эти пару недель он пораскачивался, ну, а потом, как бы, сказал, что дай хер с ним, ладно, делайте. Все. Кстати, если уж о Шамане заговорили, он ведь в начале, когда количество жертв было еще не точно известно, и когда количество погибших было подтверждено, подтверждено около нескольких десятков, он ведь даже пообещал у себя в Инстаграме, что он поможет семьям, значит, погибших, даже не просто поможет, а платит им похору. Потом количество погибших начало увеличиваться, их становилось все больше, теперь их больше, чем 130, и люди начали писать, так, а, значит, где деньги, Зина? А он говорит, не, ну подождите, говорит, я обещал, когда было несколько десятков, я теперь не могу, говорит, всех не потяну, а если я буду вам помогу лично, говорит, а другим почему я не помогу? Нет, говорит, забираю свои слова назад, помогать никому не буду. Ну, вот история какая-то такая вот анекдотичная, да, вот у меня мой постоянный собеседник, Александр Гемченко, международный аналитик, он когда услышал эту историю, вот он прокомментировал ее очень коротко, говорит, ну, что вы хотите, поколение Путина, выросли при Путине, вот такие вот последствия. Есть ли у вас мысли по поводу этой ситуации? Ну, действительно, даже я не сказал бы поколение Путина, понимаете, сейчас вот вы немножко обижаете тех ребят, которые на самом деле Путина не любят, и которые наиболее пассионарны, на самом деле, в своей нелюбви к Путину, потому что, ну, я с детьми, с молодежью работал много, я 10 лет преподавал в России, и дети год от года становятся все лучше, поверьте мне, они становятся все лучше в плане, как бы, их внутренней свободы, в плане их установок на либерализм, на мир, на антиимперскость. Там вот есть потенциал, есть будущее у России, потому что, ну, преподавал я в непоследних вузах, я в Ранхиксе преподавал, значит, и там как раз вот среди этих людей уровень поддержки войны-то где-то там в пределах погрешности, даже в вопросах кремлевских социологов, потому что, ну, на самом деле, слушайте, ну, они уже живут в сетевой реальности, они видят весь мир, они видят людей из Украины, из Америки в своих соцсетях, и это совершенно нормальное уже общение, оно вовсе не виртуальное, то есть это просто люди общаются, но в соцсетях, благодаря электронным системам связи. Соответственно, вот в них-то никакой ненависти ко всему миру нет, на самом деле, и желания пойти умирать у них нет, и именно поэтому молодежь, что-то совсем не хочет брыкаться от этой мобилизации, да, значит, но вот шаман – это чуть-чуть другое явление, это явление путинских элит, вот это вот скорее более точное с научной точки зрения определение, потому что я элитаризм тоже изучал 10 лет достаточно плотненько, и в кандидатской моей он присутствует, поэтому здесь тоже можете, ну, не поверить, так задуматься хотя бы об этом. Вот путинские элиты – это как минимум, знаете, точно совершенно про них можно говорить, это классические такие элиты первого поколения. Это как раз, если говорить про теорию Маслова, который, кстати, пирамид никаких не рисовал, но потом так для удобства мы это все оформили, те, кто изучал его, вот, и действительно там пирамидка получилась, вроде как нагляднее и проще, но бог с ним, будем использовать всю эту терминологию. Так вот, эти люди, понимаете ли, они уже обличены огромной властью, у них много денег, они могут зайти к Путину, порешать вопрос, но по сути-то своей, как бы, да, они являются людьми из основания этой самой пирамиды. В основании этой пирамиды люди живут очень простенькими материями, то есть, как бы, там у них действует тот самый мозг рептилии, грубо говоря, еще. Там, как бы, какие-то высшие системы разума еще не задействованы, и у этого шамана тоже, там на него же смотришь, прости, Господи, он же даже, когда приговоры ему будут озвучивать, он же искренне не будет понимать, как это так, я же песенки пел, потому что, ну, вот у него мозг рептилии, больше ничего не работает, и, соответственно, вот эта проблема большая, на самом деле, чем, как бы, да, поколение молодежное, да, молодежное поколение российское, оно хорошее, а вот такие, как бы, да, элиты первого поколения, да, которых я обычно шариковыми называю в ночи с вами эфирах, вот, это вот проблема, и вот с этой проблемой что делать? Ну, вы знаете, ну, ничего тут не сделаешь, к сожалению, надо будет их менять, как в Украине всех гаишников заменили в свое время, знаете, ну, по-другому это не получится, потому что они все вот в этой парадигме, то есть мы готовы на любые подлости, в том числе кинуть, блин, жертв убитых во время теракта, самого кровавого за много лет, ну, это же кидалово, не-не, мы готовы на это, но вот это наши деньги, они нам нужны, потому что, а вдруг кончится поток когда-то, а вдруг я не смогу пить больше Рюинар и буду пить только Абрау Дюрсо, это же катастрофа, понимаете, для него, вот, ну, для меня нет, а для него да, вот, ну, потому что вот мозг рептилии, ну, вот что сделать? Мы сегодня много говорим о социальных последствиях этого теракта, и одно из таких последствий, конечно, является повышенный уровень ксенофобии, повышенный уровень ненависти к иммигрантам, да, которые приезжают в Россию, в целом это заметили и западные СМИ, это заметили внутри России даже некоторые представители шоу-бизнеса, о которых мы сегодня много вспоминаем, да, вот, например, очень обеспокоилась российская исполнительница Манижи, это та самая, которая когда-то представляла Россию на Евровидении, она сама, у нее корни из Таджикистана, и она вот как раз записала видео, ну, в котором вот эти вот простые есть базу, выдала базу, что нет, значит, плохих национальностей, есть плохие люди, ну, какие-то такие банальные вещи, но в целом, да, если говорить о вот этом уровне ненависти, насколько он может повыситься в России, к чему это может привести? В России уровень ненависти, вы знаете, если пользоваться американской вот этой терминологией, да, вот как они про теракт, например, в Кропусе говорили, то пользуясь их терминологией, практически неизбежны огромные социальные потрясения или даже, возможно, социальный взрыв на именно почве ксенофобии, потому что вот я всегда с раздражением слушаю разговоры о том, что вот Украина была разделена на Восток и Запад, и поэтому, значит, там неизбежно было столкновение, господи, это такая чушь, потому что в Украине это разделение было куда меньше, чем в большинстве, наверное, на сегодняшний день стран мира, ну, потому что, ну, посмотрите, в Соединенных Штатах разделение, да, вот эти вот водоразделы, да, между черными и белыми, между латиносами и белыми, между латиносами и черными, посмотрите Европу, разделение, опять-таки, на мусульман, не мусульман, на турков-немцев, на французов-алжирцев и так далее, и так далее, и так далее, там это все искрит так, там такие теракты, вспомните, черт возьми, хотя бы один теракт, который бы Восток Украины осуществил по отношению к Западу Украины, где бы, когда во Львове взрывал какой-нибудь Иван Петров из Донецка какую-нибудь бомбу самодельную, да никогда, просто никогда, это все были кухонные разговоры и анекдоты, многие, кстати, смешные, такие же, как анекдоты про евреев, например, поэтому, вы знаете, я вот всегда к этому отношусь с таким вот раздражительным скепсисом уже, потому что, к сожалению, многие начинают в эту дурь верить, и даже многие, кстати, российские либералы, мои коллеги по оппозиционному цеху, это совсем начинает раздражать, потому что, ну уж вы-то, товарищи, ну, господи, ну, полистайте книжки, почитайте журналы за, там, 10-20 лет назад, и где вы там найдете предпосылки к войне? Да нигде, война началась, все Гиркины, все Пригожины во всем признались, когда русские танки вошли на Донбасс и сделали вид, что они отолчаются, все на этом. Так переходим к нашим баранам опять, да? Значит, в России это ненадуманная проблема. Посчитайте, в России количество терактов, столкновений, убийств на ксенофобской почве, это будет просто зашкаливать на самом деле, это будет превышать даже уровни, а все это считается на самом деле у нас вот в этом ученом мире, все это подсчитано скрупулезно. Есть уровни, например, количество убийств, которые приравниваются к геноциду, да, например. Это, кстати, вот, это регионы в России а-ля Тува, например, да? Почему тувинцы считаются такими жестокими и так плохо относящимися к человеческой жизни людьми? Да, 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 например, даже из тех, кто, как бы, да, из тех, кто принимает участие в СВО, да, вот по этой шкале, как бы, почему там у них все плохо? Да потому что у них там среднее количество убийств в Туве, это 55 человек на 100 тысяч населения. Это безумие, это ООН называет геноцидом этот порог и выше. Соответственно, как бы, да, вот здесь мы имеем вот такую ситуацию. Там, правда, не на почве ксенофобии в Туве, там на почве пьянства, потому что у тувинцев отсутствует, значит, фермент, который разлагает алкоголь, поэтому там человек более подвержен алкоголизму, более быстро, как бы, под это влияние тлетворное попадает, значит, и, соответственно, ну, вот происходит то, что происходит. Поножовщина и все остальное. Теперь к ксенофобии, собственно, как таковой возвращаемся. Значит, в России национализм сильно выше, чем во многих странах мира, в разы выше, чем в Украине, например, потому что у вас националисты получали на любых выборах, ну, пару процентов. В Российской Федерации, даже при том, что уже вбросы тогда в пользу Единой России были большими, националисты во главе с открытым фашистом, зигующим человеком Рогозиным, набирали, по-моему, 12 процентов на последних выборах, где он участвовал, если мне не изменяет память. Соответственно, то есть, ну, разница в разы, вот очевидная сегодня даже. Этот национализм в России никуда не делся. Он как бы был пещерным, он был в загоне, он был среди каких-то, знаете, таких ультрас, среди футбольных болельщиков, среди, значит, других каких-то организаций таких полностью маргинализированных. Сегодня-то этого монстра выпустили наружу. Посмотрите, сегодня они все героически демонстрируют свои нашивки фашистские во время так называемой специальной военной операции, которую теперь они и сами признают войной. Соответственно, мы теперь видим, что все эти люди ходят по школам, извините меня, лекции читают детям о том, как классно быть русским нациком и как можно пойти и крушить людей где-то. Соответственно, эти люди, которые возвращаются со СВО, да, на побывку и так далее, то есть, ну, а чем они там занимаются? А вы не обратили ли, кстати, внимание на картинку возложения цветов болельщиками футбольными к «Рокус Сити». Если вы внимательно вглядели в лица, то это как раз и есть вот те самые национальные, националистические организации, те самые «Ультрас». Это не просто болельщики приходили, я их уже по лицам опознаю, потому что когда я в молодости ходил на футбол в России, на «Спартак» или там на что-то еще, значит, я этих людей видел за воротами, и встречаться мне вот с моей внешностью, с такими людьми было опасно, потому что я ходил там один с несколькими друзьями, а они ходили всегда толпой, и замесить чурку, как они говорят, это для них, в общем-то, святое было, и сейчас это еще и поддерживается. Теперь мы посмотрим на другую сторону этой медали, да? А что, собственно, сами вот эти брюнеты, да, в России как себя чувствуют сейчас? Брюнеты чеченцы чувствуют себя прекрасно. Они сегодня главной ОПГ страны, они вооружены до зубов, Путин сам им платит все эти контрибуции за свою проигранную войну. Значит, то есть у нас есть, вот прям по науке идем, да, опять-таки эмоции в сторону убрав. У нас есть два противоборствующих лагеря в России, вот там как раз восток-запад разделение безумное, ну и точнее даже черный или белый, назовем этот водораздел, так точнее будет с точки зрения географии. Вот этот есть водораздел, есть многомиллионные армии с обеих сторон, и они обе вооружены до зубов. Мне вам дальше еще что-нибудь рассказывать, или уже не надо? Я уже сейчас спрашиваю не вас, конечно, а наших зрителей. Я думаю, что уже понятно любому человеку, к чему это может привести и приведет с высочайшей долей вероятности, потому что есть хейт, есть ненависть, и есть два многомиллионных вооруженных лагеря. Поэтому какой-то только ближайший повод, какой-то Бигфордов шнур, очередной убитый Егор Сверидов, прости господи, или из другого лагеря кто-то, да, или даже может быть не убитый. Там же есть какие-то совершенно глупые и нелепые вещи, а-ля там поруганные, я не знаю, святыни, там какой-нибудь там поросенок где-то пробежал, да, и какие-то представители каких-то религий к этому отнеслись как к лютому оскорблению. Понимаете, вот это вот все то, что ждет Россию в самое ближайшее время, и это практически инэвидабл, как вот и говорят в ЦРУ. Обеспокоилась таким уровнем ненависти и уехавшая певица Алла Пугачева, она у этой самой манижи высказала свою поддержку тем, кто сейчас подвергается ненависти из-за теракта в Крокус-Сити. И на самом деле тут я с Пугачевой вспомнил, в последнее время мы с вами тоже это обсуждали, есть же новая абсолютно волна, скажем так, атаки на нее со стороны депутатов, со стороны представителей власти. И мы знаем, что Путин вообще очень любит делать такие неприятные подарки к дню рождения. Я сейчас говорю даже не только там о статусе какого-нибудь иноагента, который сейчас хотят прилепить к Пугачевой, консискации имущества. Некоторые говорят, даже что-то может угрожать ее здоровью, потому что уже в апреле Алле Пугачева исполняет 75 лет, да, и вот может ли эта волна, которая все нарастает, нарастает, волна ненависти по отношению к ней, в итоге принести действительно какие-то серьезные неприятности. Ну, вы знаете, все-таки у меня есть надежда на то, что Аллу Борисовну они не тронут, потому что здесь слишком много людей это обеспокоит, и в России она по-прежнему любима, популярна, даже несмотря на то, что много лет уже не поет, но все-таки она, понимаете, она как бы часть культурного кода какого-то, и не дай бог сейчас случается что-нибудь с ней, и десятки миллионов людей это будут обсуждать не один год даже, понимаете, а это для как раз-таки Путина, в общем-то, серпом по одному месту, потому что понятно, что обсуждать они будут не в водоразделе, а-ля там, а украинцы ли что-то с ней сделали, или там, я не знаю, либералы, да, то есть понятно, что будет, понятно, кто это сделал. Вот поэтому не дай бог, значит, долгих лет ей здоровья, тем более, что действительно, человеку было что терять, и я даже не про деньги говорю, она-то свои заработает, как бы, да, там какие-то миллионы на чем угодно, но я о том, что такие-то люди, как раз они же привыкли купаться в лучах славы, они привыкли к комфорту, они привыкли к уважению и почету со всех сторон, и в первую очередь, конечно, из родной страны, из всех ее страт, включая властные, это для них уже тот дупинг, с которого они с трудом слезают, и то, что она с него слезла, это, конечно, большой ей респект, что называется. Так вот, по поводу, значит, того... Она понимает... Может ли ей что-то угрожать, Простислав? Ну, вот как вы просто думаете? Нет, нет, я думаю, что со стороны путинских властей не может, потому что они просто считают количество касаний медийных, негативных для них случаев, если с ней не дай бог, что-то случится. Друзья, что вы думаете в целом? Оставьте ваши мысли в комментариях по отношению к гонению на Пугачеву и вообще по поводу версий терактов в Подмосковье в Крокус-Сити-Холле. Мы знаем уже несколько основных, да, но всегда очень с любопытством читаю ваши мысли. Возможно, будем разбирать их в последующих интервью. Напоследок, Ростислав, я нашим зрителям расскажу, что недавно вы были в Украине. Для тех, кто не видел наше предыдущее интервью, где Ростислав отвечал на мои вопросы, стоя на фоне памятника «Родина-мать». Очень красивый был выстроен кадр. Рекомендую вам всем посмотреть. Беседа, в общем-то, интересна, поэтому найдите. Ростислав в Украине занимался... А чем занимался, Ростислав все сам расскажет, потому что скоро совсем у Ростислава для вас будет сюрприз, друзья. В Украине главная моя задача была снять такой большой хороший фильм про все то, что я там увижу. Именно так я хотел это выстраивать, потому что, к сожалению, Украина для аудитории, которая говорит по-русски, это терра инкогнито. Даже те, кто против Путина и против войны, они не понимают, что там у вас происходит. Они не понимают, насколько это тяжело два с лишним года быть вот в этой осаде. Даже я сам, честно говоря, хотя у меня много украинских друзей, я много работаю с Украиной, делаю совместных стримов и так далее, даже я ни черта не понимал, честно говоря, о том, что происходит. И это очень неправильно, это очень плохо, потому что мы, конечно, должны как можно больше рассказывать вот этой нашей многомиллионной оппозиционной российской аудитории. Она действительно уже большая, и, кстати, становится все больше. Это очень хороший знак. Так вот, мы должны рассказать, что на самом деле происходит. Этот фильм будет выстроен на простых очень вещах, на общении с большим количеством просто украинцев, не политических каких-то звезд или не звезд шоу-бизнеса. Я строю все именно на вот лайфах таких. Вот что вижу, то снимаю, и то потом покажу. И это будет, думаю, интересно. И там съемки будут ведь не только из Киева, я правильно понимаю? Нет-нет, я объехал буквально всю страну, и Запад, и Восток, и Юг, и в Одессе посидел под обстрелами, и в Киеве посидел, и в Харькове чуть не посидел, потому что к нам подлетел вот тот самый беспилотник, от которого никуда не денешься, потому что он летает 200 км в час, и было очень страшно. Я это все передам, ощущения, потому что люди у вас там это понимают и чувствуют каждый день. Ну и потом, знаете, конечно, у меня уже возникло такое ощущение такой какой-то подлости своей, потому что вы там остаетесь, и вы сегодня под сотней ракет в Киеве сидели, а я сижу в своей деревне, где, в общем-то, все тишь да гладь, да божья благодать. И, соответственно, я уже планирую вернуться, я уже напланировал себе новых каких-то творческих дел и других разных хороших активностей, которые, надеюсь, будут помогать русскоговорящей аудитории как можно быстрее все понять, если кто-то еще там что-то не понимает. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!